Обучение в Олимпийском университете проходят студенты со всех концов света. И среди лекторов здесь полный интернационал. Своими знаниями делятся 18 профессоров из 10 стран мира. РМОО ориентирован на спортивное бизнес-образование, поэтому поступают сюда и уже состоявшиеся специалисты. Анастасия Ахтырская работает в Департаменте физической культуры и спорта администрации Сочи. Здесь она обучается по программе «Мастер спортивного администрирования». Это специальность – визитная карточка университета. И полученные знания планируют применить на практике в нашем городе. Важно не просто организовать мероприятия, как, может быть, это часто бывает для галочки, а для того, чтобы действительно заинтересовать людей, для того, чтобы люди в свое свободное время пришли и стали заниматься спортом, чтобы родители отдавали детей в спортивные секции. Важно заинтересовать людей, важно показать, что спорт, ну, на самом деле, может решать многие проблемы. Это и свободное время, это и проблемы коммуникации между людей, это и, может быть, даже общение с иностранными людьми. То есть спорт не знает границ. Иланга – студент из Шри-Ланки. У себя же на родине он чиновник, работает в Министерстве спорта. В Олимпийском университете я с одной целью – пополню свой багаж знаний. Здесь очень высокий уровень подготовки профессиональных управленцев. Гостями Дня открытых дверей стали представители спортивной индустрии, а также студенты вузов Сочи, Юга России, руководители спортивных клубов, спортсмены, завершающие карьеру. Студенты первой группы поделились впечатлениями, как интересно учиться вместе с молодыми лидерами из разных стран. Чтобы поступить на специальность мастер спортивного администрирования, необходимо знание английского. Но не все кандидаты на обучение владеют иностранным языком. Для них в сентябре 2014 года в университете запускают русскоязычную версию программы. И еще одна новость для менеджеров, уже работающих в спортивной индустрии. В ближайшее время здесь объявят набор на новое направление – индивидуальная траектория обучения. Это обучение без отрыва от работы. Наша страна стремительно развивается в части привлечения различных событий, крупных спортивных событий на своей площадке. Для того, чтобы они состоялись, для того, чтобы мы были конкурентоспособны, и чтобы последствием проведения этих событий было развитие массовой физкультуры и спорта, конечно, прежде всего, должны формироваться хорошие управленческие команды. Они должны делать успешным спорт как бизнес, спорт как тему, спорт как направление индустрии и спорт как культуру, прежде всего, как культуры жизни. Еще одним конкурентным преимуществом Олимпийский университет считает свою библиотеку, которая имеет доступ к электронным ресурсам в любой точке мира. Здесь же хранится все Олимпийское гуманитарное наследие. Международный Олимпийский университет стал правоприемником Оргкомитета Сочи-2014. А желающих поступить в РМОУ снова готов поддержать фонд Владимира Потанина. Для успешных кандидатов объявлена грантовая программа.